Девушки отдыхают Новый кандидат в президент от коммунистической партии Грудинин, эксцентричный, но наш собеседник Борис Джонсон, глава британского МИДа и в необычной для себя роли наша замечательная фигуристка Татьяна Навка. Что еще мы рассмотрим? Вот посмотрите на этот череп по-научному. У него комплекс черт малой атланто-балтийской расы. Вот как выглядел человек этот при жизни. У него те самые черты. Это латыш. И при чем тут латышский след в деле о убийстве царской семьи? Почему вообще такой выбор? А вот главная тема этого выпуска. Действующий президент на хоккейной площадке. Матч ночной хоккейной лиги на Красной площади. А как готовиться к выдвижению его конкуренты? Кто такой Павел Грудинин, ставший сегодня кандидатом в президент от УПРФ? Чем теперь займется Геннадий Зюганов? И сегодня же формальное выдвижение Ксении Собчак, а также заявление Дина России по самовыдвижению Путина. Почему приезд Джонсона в Москву в Дмитрии России сопроводили восклицанием «Свершилось»? Что читалось во взгляде Сергея Лаврова? И что Джонсон рассказал интервью нашей программе? Почему он так долго собирался? И приехал лишь кто-то только ругаться с русскими? Причем тут расстрел царской семьи в Ипатевском доме и латышский след. Так кто и когда оставил скандальную цитату из Гейна на обоих Ипатевского дома? На каком она была языке? Расследование нашей программы в Риге. Расследование, которое, думаем, добавит соображение и следствию. У меня осталось немного документов, но вот я вам покажу. И кем был этот человек? Императорский коммердинер-латыш Трупс. Что такое черное крыло, которое теперь делают в Ульяновске? Почему оно в пленке? Делают из каких-то, на первый взгляд, странных полосочек, как предыдущее поколение крыльев меняли историю мировой авиации? И как его теперь опять собираются изменить российские конструкторы? Конструкторы, так какими будут новые российские самолеты? И новое ледовое шоу Руслана Людмила придумала наша фигуристка Татьяна Навка, а дядька Черномор у нее Филипп Киркоров. Каков? И сначала вроде и субботняя хроника, но на самом деле уже политическая. Итак, в сердце столицы хоккей. Ночной хоккей. Товарищеский матч ночной хоккейной лиги прошел на катке на Красной площади. На лед выжил Владимир Путин. Компанию президенту составили министр обороны Сергей Шайгу, легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов, Павел Борей, Алексей Косатонов и саксофонист.